Князь Монако Ренье, чей брак с кинозвездой Грейс Келли добавил голливудского блеска его крошечному Средиземноморскому государству, скончался в среду 6 апреля 2005 года. У князя были больные почки и легкие сердца. После месяца, проведенного в больнице, старейший монарх Европы умер утром в 6 часов 35 минут. Жители Монако не могли сдержать слез. Главы иностранных государств прислали свои соболезнования семье человека, который превратил самое маленькое после Ватикана государство из места для любителей азартных игр в рай для миллиардеров. Международную известность Монако принесла свадьба принца Ренье и Грейс Келли в 56-м году. Французский журнал, рассказывающий о жизни знаменитостей и членах европейских королевских домов, подготовил 40-страничный специальный выпуск, посвященный королевской семье Монако. Князь Ренье превратил крошечное королевство в процветающую империю, а свой брак в сказку. Князь Монако был прекрасным принцем, чья жизнь была похожа на мечту. Он правил крошечным государством на юге Франции, которое затем стало олицетворением богатства и роскоши. Рядом с ним была его жена Грейс Келли, одна из самых красивых женщин мира. Ренье закончил частную школу в Англии, затем учился во Франции. Принц унаследовал трон от своего деда Луи II в 1949 году. Ренье был осторожным и расчетливым бизнесменом. Местные жители любили вспоминать, как он перехитрил французского президента Де Голля и семью Анасиса и превратил Монако в налоговый рай для супербогатых. В мае 1955 года во время Каннского фестиваля французский журнал «Паримач» организовал совместную фотосессию князя и Грейс Келли. Это не было любовью с первого взгляда. Но когда через несколько месяцев они встретились снова, все изменилось. К концу года весь мир узнал, что они помолвлены. Они поженились, и счастливый брак принес супругам трех детей. Слава Грейс Келли осветила Монако. К несчастью, принцесса Грейс погибла в автомобильной катастрофе в 1982 году. Убитый горем Ранье больше никогда не женился. Он был похоронен рядом с женой в кафедральном соборе Монако. В июле 2005 года принц Альберт стал князем Монако. Альберт появился перед собравшимися в темном костюме и небесно-голубом галстуке в сопровождении двух сестер, принцесс Каролины и Стефании, а также других членов княжеской семьи Гримальди. В кафедральном соборе службу провел архиепископ Монако, монсеньор Бернар Барси. Альберта всю жизнь готовили к этому моменту. И теперь князю предстоит дальше вести свое княжество к процветанию. Монако. Субтитры подогнал «Симон»